так следующая тема вот эти две фотографии смотрите а почему не тут вначале вот это нижняя это не ее прислали но я же кого-то из вас не тянул за язык образно говоря вы спросили меня по-моему на вебинаре а что если взять выкопать корни нарубить кусочками и в них сделать прививки а то вроде бы получается от отков не дают караул прямо в корни привить и что будет все что я знаю на эту тему мне просто кто-то а так делал это не просто какие-то торчали из земли что он выкопал предмет это все что было под землю вот таким кусочками он их привел нарезал и привел дальше что я не знаю получились и боже меня смущает то что у них нет карни шейки тогда я значит взял а это моя фотография это я кстати вон то видите вот это самое варбу горкова да я не рекламирую просто так называется он хорош при низких температурах и можно при нуле маленьком минусе им еще можно заклеивать рану все-таки надежнее заклеить рану этим клеем прилипчивый никуда не отвалится а это к слову а сейчас мне говорят пришлите мне я говорю я не продаю может для меня купите в магазине и умолять я пошел в магазине в одном втором третьем нету вот как-то разом поставки прекратились и все обычно он как камень при минусовой температуре я теперь занимаюсь тепле торцы парафином расплавленным а на даче очень густой масляной краской замазываю торцы когда отрезаю на ветки на заготовку черенков вот а здесь конкретно это про отвлекся на садовый вар а здесь вы видите обычно нормальную это и есть муссурийская груша у нее штамбовый нет не так неправильное слово стержневой корень видели она такая есть почему они это не хочу от я железом отговариваю людей которые близко готовы вода вместо того чтобы это получайте семинар через три-пять лет погибнет вы про меня не вспомните что и не обидите что я вас нет совету подсоветую вот эти вот сержневые корни нет для близко готовых вод а здесь я просто сказал вот здесь нет этих потом приживется и очень быстро сгнет потому что нет корневой шейки а у меня есть корневой шейки в этой груши есть корневой шейки вот это принципиальная разница причем может быть у кого-то есть положительный опыт но еще раз сыро стерпит яблони сливы вишни именно они дают отводки когда-то они получили новое свойство знаю что впереди гибель до воды метр два-три вот так вот раз от водок вот так вот раз от водок через метр от водок через метр от водок и могут заполонить гектары вот ну а за то что они дают от водки их люто ненавидят я про это уже рассказывал вот вместо того чтобы узнать что от водок это сортовой материал какая мама такой от водок но от водок и не имея казалось бы законной корневой шейки не сгнивает если при выкопке его пометить границу землевоза пятнышком будет жить сто лет а вот сами корни если взять выкопать корень абрикоса и корень груши вот этих вот сорнивых вот тут я не уверен что они долго продержатся потому что им надо все-таки вылезти на волю как бы корешок отрезали сделал посадили вертикально привили не имея мне кажется у него будет короткий век они сырость не любят ни абрикос ни груша я так и делю я единственный на планете кто делит не абрикос я бы не допустим или что-то именно абрикос слива это когда-то было одно общее дерево расползлось одно двигалось и закреплялась в сырых местах слива абрикос ну естественно изменялись и так далее это моя любимая тема потому что я никогда ничего не читаю я все сам придумаю вот это дерево это мой рекордсмен этого дерева пять месяцев рядом справа видите на однолетние отводки я прививал и это где-то август к этому времени они уже вот забор до забор то есть они уже выше моего роста уже почему они тонкие и длинные потому что им тесно 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 им нет солнца не лезут вверх ну а куда деваться до железа сибири земли нет миллионы гектаров заросли лесом и продолжает зарастать нету для особого сада а здесь вот такой же только я привал здесь вращеп и привал по подверг вставлял по 2 по эти веточки да причем тут была он как первый год он пошел вот так смотрите туда я привил персик абрикос сливу и вот иногда бывает чудеса а что такое чудо значит запоминайте всегда вот здесь однолетки они такие худенькие они были бы мощнее если бы им солнце хватало тянутся как чуть-чуть хиловать а здесь вместо побольше воздуху больше солнце больше что получилось вот видите персик он и туда за горизонтом это высота больше двух с половиной метров раз значит видите сливу вот и вот и виде абрикос так все у меня прекрасно получилось теперь возле этого дерева стояли три супер специалиста вот один из них это писатель садовод с первым именем второй это заведующий лабораторий кандидат наук и третье это директор гсу кандидат наук вот один дал три года 24 35 фамилии не называю хотя бы они бы не обиделись мы друзья со всеми тремя вот и все-таки почему они давали три они стояли они шептали они считали скелетные ветки да вот раз первый год второй третий вот а это особое дерево объясняю это не просто взять похвастаться нет смотрите вот это пальцы последние свои вот такие ветки когда прививаешь вот сейчас вот вот такие вот если вам удастся сделать вот тут вот косой срез абсолютно ровный сделаны одним движением обмотать мои видео как вы хитрый моей этой самой пленкой потому что я всегда обмотаю а попробуйте два таких среда сделать абсолютно идеально приходится их друг другу на грани порыва ленточка ленточка крепкая а когда вот такие вот я вообще две ленточки вместе беру и начинаю и тогда случается чудо то есть если вы взяли вот такую привели такую вот так получается вот такой вот как вот справа на фотографии но если я беру вот такие вот а почему этого никто не знает и не использует несколько человек моих учеников константинович пришлите вот такие или с ума сошли вы чё это самое хотите это попутчик побольше взять капуле окулировкой . не научили сделать мощь еще мощей моих и они уже знают начался учебу 20 лет назад а а этой фотографии уже лет 15 понимаете вот и уже тогда ясно было это мне а сейчас и вам что если все-таки почки взяты вот с такой ветки да получится среднего размера но хотите иметь гиганта вот как некоторые мои пожалуйста научитесь вот такими вот толстыми вот таких и тогда почки на них соответствующие будут два с половиной а я вам показывал такие вот не самые крутые ну два с половиной метра я показывал эти саженцы вспоминайте последние вебинары я надеюсь пусть долго ну да убедительно говорю почему в такой манере один из сотни всегда меня по морде константинович почему вы не читаете богдану лесу вот я сейчас бы взял фотографии и начал получить вот так вот делать вот к середине полы набуснула а когда я вот так знаете как с этими с эмоциями от 99 довольно я тону восхищенных этих прошу не обижаться того сотого которому просто лекция причем уже было не сегодня vidlockan но максимум 10 было бы питаться они попросили уже в 2018 году мы начали и закончились и сейчас будем давно замок а так мы были люди так это и почему теперь вот с этим секретом дух летний по двое как его не любят в него то знаете как трудно а я в него две почки а если удается удается то я вот так вот делаю улучшенной каплировкой вот даже вот такие вот такое вот чудо вырастает а потом а потом ладно прекрасно не обидится на меня галина николаевна байкова которая сказала что этому дереву четыре года я все рассказываю про то что нужно еще не все нужно биологическая совместимость а здесь ну как черт возьми дичок а этот самый я все эти те годы это сейчас сыновей беру по двое делаю сыновей сергей берет то нет он берет с этого с маточного дерева но тогда только с маточным а это же дико делать и делся на тот момент абсолютно не вкусно мелкие посмотрите вот это 15 грамм и вот и вот она меня слушала слушала мне пришлось сказать что 100 процента биологическая совместимость только тогда вырастает по три метра я не привечу по три метра вот он забор смотрите во мне по грудь прибавляйте еще раз по грудь еще раз вот поверили и вот именно и вот ее слова вы костюмич она была как-то уж много в жизни повидал но такого не видел никогда я целую лекцию им читал целую лекцию ходили по саду они меня слушали потом вы почему не печатаетесь научных журналах ну а что было дальше вы знаете же проходим из ответили реплику московский ученый какой к черту она по наивности она книгу напечатала она мне к дарственную книгу подарила с дарственной надписи про груши вот а вот она один из а вы как я люблю свои земляков как я люблю вот это ее груша сварок она из всех авторов и вот то что она живой классик что тысячи саженцев стали роскошными плодовыми деревья в районе саяногорска для меня это выдающийся человек понятно вот и никогда ничего под себя не грибу не хвастливость а констатация фактов слава вегетативной губернизации вот и наслоение ментора вегетативной губернизации мичурин вот ой где же книга то наше видео надо потом фотографии книги покажу есть чем учиться тебе разве кем